хула амиго снова вы снова я это новинка под названием blue estate то есть эстетика голубизны что делает хотя голубизны то тут и не пахнет да мы обязательно начнем играть конечно только немножко попозже одежка айсюши трусы снимай да на самом деле просто изучаю татуировки та еще и гудза ну давай еще раз ягодичные покажи у тебя там что-то классное было наколото охренительно бантик так это кажется дракон нет это не дракон вот-вот она умеет она приседает наверно в день раз по 100 что такие ла накачала ладно где-то все-таки игру начинать сейчас сейчас я история аркада story черт ее закрыла играющий на двух плеерах нормал пожалуйста айвана нормал нормал я же днища не умею играть в шутаны может на джойстике попробовать fps игра сделана кстати на unreal engine и каком-то там это так информация сейчас я вижу что что-то какие-то предупреждения но я я смотрю на кукурузку я не читаю текст забавно сделала написано было в описании что игра просто кладезь юмора наконец-то мы его с плей снова станут смешными а то я то не тот теперь игра зато та самая голливуд но как чертовы субтитры их нет какая-то бабушка дала его офисе чё-то мы видим чё-то и он сразу включил мачо ну тут не прокатит чувак тут надо инфинити владеть как минимум венчи стандарт лаврин и ватсом кулкин пенсен тунц птс не ливен чири в это брокен харрд и кандидти пиккин твой это игра улавливает суть мне это нравится и подача материала довольно неплохая что-то мне кажется отсылка к городу грехов какая-то на улице аналитика аналитики кеппы сирий тюриды кеппи тюриды кеппы вот ищи ищут вас коза наступать ищи в сфере кинбе отбор губернатора мы играем за кого-то то не лучи а нам воссо и итальянской марицы резинансы пендрил скиллз кандиде тенчина кимбон кимбонцы пока и безумия на икру тянут на икру тихо спы Ай, крутит, господи. Ай, крутит. Ааа... Ааа... Ааааа... Аааа... Сделаю вид, что всё понятно, на самом деле... Мое дело на геймплей, посмотри. А, но... Та-да-да-дайте, дайте управление мне в руки уже, я сам разберусь. Ну, пожалуйста. Нескромная у него волына. Красиво жить не запретишь. Чего? Фотки у неё, фотки. Просит кого-то привезти ему, что ли? А это называется High Kick или Маваша. Геймплей это интерактивный мультик. Причём здорово интерактивный, учись Тэйл Тэйл. Волосы, волосы, чёлка упала на глаза. Подожди, подожди, подожди. Где субтитры? Дисплей. Субтитры. Окей. Мои английские очень плохие. Но если вы... Если вы знаете английский, можете почитать. Я не знаю, будет ли когда-нибудь перевод. До сих пор Life is Strange никто не перевёл. Но там, правда, чё переводить? Кому нужна эта детская... бабская игра? Подожди-ка, перезаряжу... О, чёрт, а где патроны-то взять? Они же бесконечные. Я укладываю их просто как босс мафии. А, перезаряжаться на правую кнопку мыши. А, ну так левую руку вообще можно беречь для интимной жизни. Чё, скип. Ой, входашничек. Ой, пролетело. Проклятый латинус, умри. Эта игра должна быть хотя бы с пистолетом от Дэнди. Помните пистолет у Дэнди? По уточкам, может, было бы по шмяк. Загадочная технология считывала сигнал с экрана телевизора. А это был вонючий Дэнди. У нас очень древняя приставка, и уже тогда были пистолетики, а сейчас чё-то... А сейчас, когда появились вот эти реально у всех здоровые телевизоры, сейчас почему-то вот этих игр с пистолетиком сенсорным нигде нету. Мать моя, батоны. Да ну нахрен этих доярок. Это прикольно, когда пока она не родит. Потом вот эти звёзды отвиснут, знаете, докуда. И толстушка начала тонуть. Убиваем Якудзу. Раскалываем ей бассейн, чтобы она могла выплыть оттуда. Вываливайся, тушёнка. Head's up. Бля, вот это игра, вот это я понимаю. Ёлкинкид на сос. Вот такого... Вот это не то, что этот польский рэмбо, вот это прикольно. Даже учитывая, что стрелять приходится мышкой. Так, ну что мы эту морскую корову будем убивать или пусть плавает? Она сейчас уйдёт. Стреляй, Глеб Егорыч, уйдёт. Да, давненько такого не было. Самые Сеги, знаете, где группу Aerosmith назвал убить игру-то? Там ползаешь на двоих ещё тоже прицельчиками по экрану и шмаляешь. Тогда это казалось необычным и очень круто. Но сейчас, не да, совсем... В прошлом году был польский рэмбо тупорылый, убогий кусок дерьма. И сильно обосрал престиж этого жанра, вот такого вот. Когда управляешь прицелом по экрану. Но эта игра, конечно, восстанавливает. Ну, всё новое, хорошенько забытое старое, говорят. Вот это, видимо, про эту игру. Ещё если бы понимать, конечно, чё он там говорит. Я думаю, говорит он что-то в стиле Дюка. Какие-нибудь шутки. Нихера он прыгнул. Жалко, что руки у главного героя белые, а не чёрные. Так было... Это был бы ещё и чёрный юмор, это было бы круто. Тем более, если вы нигеры подрались с Якудзой, мир бы от этого выиграл. Ну, пистолет у него точно сутенёра какого-то, ё-моё. Нормальный пацан с таким не будет ходить. Хотя, чё я? Николас Кейдж ходил с золотыми дуалами в потом... А, без лица. Или это Травольт? Траволтус? Нет. Николас Кейдж, а потом Траволтус. Они жлицами поменялись. Классно, кстати, в фильмах, когда-то Николас Кейдж снимался. Сейчас у него чё-то прям... Так, шоу Слоу Моу Итумс? А-а-а. Стреляешь в монетку, включает Слоу Моу режим. Ну... Замедление в играх ещё живо. Хоть умирает от старости. Эта игра не станет исключением. Я чё-то не понимаю, но... Мне кажется, что эта игра должна быть в игровых аппаратах на входе в кинотеатр за монетку. Где берёшь пистолет и шлёпаешь из него врагов. Как бы это ни выглядело, но на мышке играть в это не очень прикольно. Теперь я начинаю снижать. Тем более, что даже и будут субтитры. Лучше, конечно, быть знатоком языка, чтобы слушать озвучку, потому что читать тут некогда. Пока будешь читать, выпрыгнет какой-нибудь очередной... Камикадзе. Хе, это не так. Можно отмахнуться от объекта? Зачем прятаться за бумажной стенкой? Ёпта, дерьмовый совет. Она не бумажная, она из какого-то... Глиняная какая-то. Слоу-моушен. Да, якуза, знай наших. Я думаю, что наши игроделы должны тут же скрытить эту идею и сделать игру под названием Бра-2, где также будет Данила с обрезом ходить. Они выскакивают прямо из-за стойки и укладываются уже вторым рядом там, под ней. Да этот герой по-голливудски хитрожок, поэтому действие происходит в Голливуде, как было написано вообще-то. А, нет, это в предыдущей игре было. Да, всё будет. У меня каша в голове. Или здесь было написано, что... Так, забейте. А-а-а-а. Обрез, ёптащь. Какой обрез, дробовик? Шотган, да? Дипломат... Дипломатичная пушка. Чёрт, если бы здесь были зомби, я был бы так счастлив. Звук ещё такой. Бэм, бэм. Патроны в игре бесконечно, что-то. Эх, радует. А, у пистолета бесконечно, у шотгана. Главный герой сам решает, когда ему пушку менять. А, нет. Да, я колесико задел. Да, ну, смотрится необычно, и это здорово. Всегда приятно увидеть труды людей, которые стремятся привнести хоть что-то новое в мир игр, а не лепят очередной идиотский инди-хоррор. Он подскользнулся, упал. И это, видимо, та самая вышеупомянутая шутка юмора, которых в игре много. И теперь он закрывает двери, не даваясь по себе... Ой, а этот просто срёт. Или дрочит. Сортирный юмор. Ура-ура. Ну, мы идём. Вот. О чём я? А, да. О привнесении чего-то нового. Видите, это тоже сомневаюсь, что сделали какие-то серьёзные разработчики. Это же, ну, видно, что это какой-то инди. Оф, инди-чертовски зачётная. Иногда, иногда не хочется играть, знаете, в какие-то игры, где надо что-то разгадывать, там, ну, какие-то, там, такие сложные, там, как Dark Souls, там, учиться в него играть. Как, 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 решать, конечно же, загадки в Tomb Raider обязательно. Вот, хочешь чё-то, чё-то простого. Пришёл, уставший, но спать вроде не хочется, или рано. Ну, он посидел перед сном, поиграл во что-нибудь тупое. И реально убил пару часов. Вот почему нельзя было сделать вот предыдущую игру про магию голосом вот такой. Чтоб я только ходил и кастовал магию, магию различным голосом в микрофон. То есть, там, защитную, там, атакующую, и заебала твоя чёлка, блядь, по Брисе. Хуй, эмо сраный. Вот здесь бы реально, ну, стрелять мышкой, как ни крути, не очень, не очень интересно. А вот, мочить заклинания в микрофон здесь различные успевает. Там, в кого-то Fireball, в кого-то Iceball, не знаю, в кого-то там щит, как бы ни встать. И, просто, здесь проговаривали все эти голосовые команды, а ещё там дикция же нужна, чтобы восприняло нормально. То есть, это было бы просто ржачно, это было бы мега-проектно. Но, только если два в одном. Пережил опять вторжение в моё личное пространство. Значит, о чём я говорил? А, о том, что, да, из двух этих игр можно было сделать одну, прям, шикарную вообще игру. У них у каждой есть своя фишка. Но, в целом, конечно, недоделанно и не прокатит. То есть, там вот на одном только, на одних заклинаниях вокальных далеко не уедешь. А здесь, стрельбой с мышки, это, как бы, ну, совсем, совсем уж детский сад. И это уже, как бы, проходит 15 минут, и это надоедает. Ты понимаешь, что это никакая не фишка, на самом деле, а просто, просто бюджет. Хотя, неплохо. Вот, вот, честно смотрится, смотрится прям богато. По-богатому делу она прям. Если инди, то очень такое, прошаренное. Правда, все косые, но видно, что игра шуточная, да. Но я базарю, что если бы не с нас было не стрелять, а кастовать заклинание, это было бы ещё круче. А так, это, это возможно, я не знаю, может, порт какой-то на ПК откуда-то. Или демка какой-то игры, и она там потом будет на стим-приставке в очках с пистолетом как-то работать. Держи твою голову, девочка, у меня есть большие рыбы, чтобы приготовить сейчас. Я не поинты, а? Я думаю, что вы не поняли, что мы не знаем, что это не хорошо для тебя. В принципе, тут в этот бар столько людей бы не влезло, сколько я их убил. Я думаю, что они уже должны вот-вот закончиться, и дальше пойдём. В общем, если включить такого рассудительного оценивальщика игр, то за идею и фишку тут, в общем-то, можно поставить баллов 8, но всё вместе, как геймплей, но на 4, на 5, я не знаю. Это игра, знаете, для упора, так не знаю, чтобы отпустила, или чтобы наоборот. Но в моём понимании это надо просто, чтобы было нечего делать абсолютно, чтобы... Чтобы играть вот в такое. Он просто вышел на середину и отстрелялся в три стороны, и вообще пофигу им. Эти небрежные взмахи мышкой чаще случайно случаются, чем умышленно. Ты просто ведёшь прицел в ту же сторону, в которую тебе указывает указатель, и... Действие совершается. В общем-то, за количество сисек и стриптидёрш в начале игры я повышаю оценку этой игре ещё на 3 звезды. Смотрите, как селёдка плюхнула. И поскакала. Вали, ёнок! Хорошо двигается. Гребёт как надо. А теперь начинаются серьёзные игры. Якудзас взяла калашников где-то. Википедия. Джим Бонг Сик у него был рэп-шит, full of... Типа, это... Справка. Ха-ха. Не, а оформленная игра тоже классная. Вот. И если бы я до этого не видел игру, в которой можно было кастовать голосом, я бы, конечно, этой... Этой игрой был бы и так доволен. Но теперь я просто понимаю, что она была бы быть вообще идеальной. И пошла она, в общем-то, в меру. В основном, она пошла в майн-меню. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, уж. Запредельный шутан какой-то. Вот количество трупов уже просто... Даже фильм «Убить Билла» обогнало. Чбэньк. Ха-ха. Мне показалось, что они хотели с автоматами бежать. В хэдшот он, кстати, прицел доводит сам. Как я понимаю. Главное, круг завести в область головы. Все остальные миллиметры он как бы сам доцелится. То есть это помощь при стрельбе, я думаю, что она, в принципе, отключаемая должна быть. Но зачем? А, джиз. По-моему, он сказал Иисуса, написали какую-то джиз. О, какая справа фигура. Ему тоже нравится, видите? А, вон. Тони с... Подружка Тони. Не друг. Не... Ничто. О, боже. Ее мячики еще больше распухли. Тони? 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 Ахахахаха. Кинбонг Сик, бра. Это какой-то японский мафиози, владеющий нижним брейк-дансом и который носит лифчик. Тоже мне, бля, китайский городовой. Хахахаха. Хахахаха. Пойдите и скачайте Blue Estet или как там Estet Blue. Ну, чести ради надо глянуть, что за следующий уровень, что там будет. Может, стрельба на ходу из машины. Мне кажется, это логично для этой игры. Тут и так стрельба на ходу из девушки. Тони? Есть секретный элевейтор с остальным секретом Кимбонгом. Да, ну, как ты. Тони-то сам урод еще тот, судя по этому. Ахахаха. Ой, миллион... Миллион лифчиков. Ни хера себе. Ну да, на ее сиськи деньги не жалко тратить. Теперь оставив Тони deep into a hell, from which there was no escape. Или, наверное, это было довольно тяжело. Ты знаешь, что все на амбусе есть? А, он был похож на Джета Ли, и кунг-фу его нифига не спасло. Ким Сир? Это не азиат, Тони. Может, это пазл? Ты превративаешь из самых основных вещей. Может быть, Ким хочет всех, чтобы посмотреть на него. Просто встань там. Я думаю, кто-то на этой площади... И не может быть. Мы не можем подождать хоть какого-нибудь перевода этой игры. И тогда градус юмора в игре резко вырастет и зашкалит. Может быть, он не только... В сиськах и жопах, а еще и в диалогах. Не знаю, может, и анекдоты друг друга рассказывают или что-то типа того. Кэрри, ты встанешь? Это плохая новость, Тони! Я даже не слышу! Аааа... Кэрри, ты встанешь! Кэрри, ты встанешь! Кэрри, ты встанешь!